Сегодня воскресенье 31 октября, в Москве 22 часа 16 минут и мы начинаем прямую трансляцию финальной игры осенней серии «Что, где, когда» 2021 года. Против телезрителей сегодня играют Елена Александрова, Алексей Бакуменко, обладатели «Хрустальные совы» Владимир Антохин и Михаил Мун. Двухкратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский и капитан команды, обладатель «Бриллиантовый» и «Трех хрустальных сов», магистр игры Андрей Козлов. Против команды Андрея Козлова сегодня играют Павел Попов, Борис Оглевск, Горгхар Мечидова, Баку, Наталья Кернышова, Киев, Радик Хабибуллин, Поповка, сектор «Блиц», Руслан Гулиев, Москва, Жанна Бойченко, Калининград, Алексей Нестеров, Минск, сектор «Супер Блиц», Андрей Присижнюк, Росток-на-Дону, Николай Сущенко, Корабулак, Алексей Колесников, Лидный. Тринадцатый сектор. Финал осенних игр «Что, где, когда?» Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Итак, добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки, добрый вечер, Иван, господин Козлов. Сегодня вы, Андрей, сыграете свой десятый. Финал это очень много, но последний раз это было аж 9 лет назад. Вы успели уже подзабыть, каково это, игра в финале? Каждый финал помнится и никогда не забудется. Андрей, для вас сегодня все, как вы любите. Игра по большим ставкам, либо фан, либо провал. Выигрываете и, скорее всего, сыграете на лучшей позиции в зимней серии, а при поражении сезон для команды закончится. Калининград. Работаем. Против вас играет филолог Жанна Бойченко из Калининграда. Господин Бакуменко, Алексей, а вы, наверное, вообще мечтаете сыграть в финале года? Ну, мне кажется, это нормальное желание. Каждый солдат, как говорится, в ранце держит маршальский джезл. Алексей, этот вопрос можно рассматривать и как этап подготовки к финалу года, ведь на прошлом финале года этот вопрос как раз и не выпал. Внимание! Оргстекло, рулетка и веревка! Разложите все. И теперь, внимание, вопрос. Что узнают некоторые специалисты при помощи такого набора? Температуру не могут сыновать? Прозрачность воды неплохо. Давай попробуем веревку целиком растянуть. А что? Володь, дай веревку. А зачем рулетка тогда? Рулетка. Глубиной. Смотрите, на ней узелок вот есть здесь. Один или все? Один. Ее можно привязать? Нет, она не привязывает. Окно какое-нибудь. Что можно узнать в принципе? Прозрачность. Да еще не измеряем расстояние. Прозрачность стекла. Температура, влажность воздуха. Может что-то выпадет. Ее видно? А как ты ее привяжешь? И зачем вот эта вот штука, ребята? А потом помеем веревку длину. Сколько оборотов? Ну нет, это я объясню про прозрачность. Неважно. Хорошо, а влажность, если веревка же при разной влажности разная. Зачем тогда сегодня стекло? Стекло не понятно. Стекло 40? Прошу. Кто отвечает? Михаил Скипский отвечает. Прошу вас, Михаил. Ну, господин ведущий, мы не придумали ничего, кажется, более достойного, чем измерять, например, прозрачность воды. И веревкой привязывается оргстекло, опускается на глубину, когда мы уже не видим оргстекла. Поднимаем и измеряем, на какой глубине, ну, до какой степени мокрой, длина мокрой веревки, да, как глубоко мы ее опустили, такова прозрачность воды. Михаил, с вашего позволения, я не буду вам задавать дополнительные вопросы по вашему ответу. А теперь, внимание, правильный ответ. Ну, господин Козлов, начали вы, конечно, с непростого вопроса, но это волчок у нас распоряжается. Вы знаете, ну, самая светлая мысль, а вы вообще, вы где-то на сороковой секунде спросили, а зачем вообще вот это, то есть, ну, имея в виду рулетку, рулетка-то зачем? И господин, вот, самой светлой мысль была у Владимира Антохина, который уже на 50-й секунде сказал, что нужно веревку измерять рулеткой. А вот в каком случае, почему нельзя просто померить рулеткой, а надо именно веревкой, да еще некоторые специалисты. То есть, это как бы так сложно. Нет, вам, Андрей, вы расслабьтесь, вы расслабьтесь. Вы можете, какие у вас... Ну, ладно, не будем про это. Внимание, правильный ответ. Рулеткой делают замеры, а веревка – это своеобразный дублер. Господин Козлов, так зоологи измеряют длину змей. Посмотрите. Если вам нужно измерить змею, вы кладете для безопасности на нее стекло. Вот, делаем раз. Да? Так, аккуратно. Придержите стекло, господин Козлов, помогите. Понятно. Придержите. Дальше все понятно. Потом веревочкой дублируете змею. А как еще змею-то померить? Ну, фаршировать, предлагает. Ну, вот так вот. 1-0 в пользу телезрителей. 50 тысяч рублей получит Жанна Бойченко из Калининграда. Господин Мухин. Ну, господин Мухин, получается, пронесло вас в финале года, да? Ну, вы знаете, все-таки змеи традиционно Козлову должны попадать. В этом смысле все справедливо. Просто вопрос ждал своей участи. Интересно знатоков защищает директор департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Мухин. Андрей, обычно знатоки на финальной игре особенно нервничают, совершают много ошибок. А разница-то лишь, по сути, в хрустальной сове. Неужели этот приз так сбивает знатоков? Как вы считаете? Ну, господин ведущий, давайте поразмышляем вместе. Мне кажется, заставить нас нервничать может только то, что может заставить нас нервничать. А хрустальная сова – это ведь не просто кусок хрусталя, выполненный в виде совы. Это символ того, что ты сегодня, здесь и сейчас самый лучший. И отрадно, что это заставляет нервничать знатоков. Вместе с тем я глубоко убежден, что, кроме этого, это еще и мобилизует и мотивирует на победу, которую я и желаю команде. Благодарю вас, Андрей. А интересы телезрителей изучает вице-президент Банка ВТВ Дмитрий Брейденбихер. Добрый вечер. Добрый вечер, господин. Дмитрий, но ведь в команде телезрителей нервозность знатоков как раз только на руку. Как вы считаете? Да, конечно, если знатоки начинают нервничать или представляют себе хрустальную сову, то она, как правило, улетает телезрителям, естественно. Благодарю вас, Дмитрий. Второй раунд. Господин Бакуменко, для вас сегодня вторая игра в клубе и уже сразу финал серии. А вы о хрустальной сове думаете? Не хочу загадывать, господин ведущий. Не хотите. Алексей, а в первой игре у вас были какие-то ошибки, из-за которых вы потом переживали? Было такое? Безусловно, да. Например, версию с Чуковским нужно было отстаивать куда громче. Ну, а как, про Чуковского сегодня не будет вопросов, я вам раскрою маленький секрет сразу. Но, да, что? Супер Блиц? Нет? Корабулак. Работа тебе будет. По большим ставкам, Пашли. Против вас играет системный администратор Николай Сущенко, поселок Корабулак, Казахстан. Господин Капов, я знаю, что вы любите фильмы ужасов. Терпеть не могу. Вы не были на премьере фильма «Террор»? Нет, не был. Но это не удивительно. Это первый полностью звуковой фильм ужасов, полностью звуковой. И премьера состоялась в 1928 году. По задумке режиссера, в самом конце картины на экране появлялся подобный персонаж. Посмотрите. Внимание, вопрос. Что было у него в руках? И что он делал? Звуковой фильм. Может быть, свечку, он ее задувал, например, что типа все закончилось. Может, это костюм палачевого топорного? А может, он точил что-то? Точил? Вот это звук точеного ножа. Он там помочь точил. Это да, это звук. То есть у него в руках был нож и... Да, да, это очень страшный звук. Какие еще есть страшные звуки? В самом конце, да, надпись. Какие еще есть страшные звуки? Ну, вилки по стеклу вот это вот. Это страшные звуки. Подожди, ну еще у Клипсина как падает, там, не знаю, что-то... Какой-то вода? У него что-то было в руках. И он что-то с этим делал. Часы песочные. Капает вода тоже страшно. Еще в самом конце надо было показать, что фильм закончился, например, что-то такое. Делите его. Да нет, ну тебя же не спрашивают про фильм этот титр. Сказали, что в самом конце появлялся. Но при этом что-то у него в руках. И при этом это должно быть слышно. Страшные звуки еще какие-то, что-то. Шаги, крики, шаги, шаги. Звук какой-то, последний звук. Тишина самая страшная, на самом деле. Завывание. Но это руками, тишину руками не передать. Может, ничего не делал? Нет, все, что было в руках, что он делал. Итак, прошу, кто отвечает? Алена Александрова отвечает. Прошу вас, Алена. Значит, вопрос был, что было у него в руках и что он делал? Ну, например, у него в руках был некий режущий инструмент. Нож, меч, сабли, вот, и точильный камень. Он его точил, вот эти звуки ужасающие пугали телезрителей. Зрителей? Зрителей, да, партнер. А зачем? Ну, фильм ужасов. Чтобы они боялись. Ну, а как вам выбрать, чем он пугал? Ну, как, он точил и пугали... Ну, вот, мне кажется, Владимир Антохин разумно говорил, разумно говорил, что господин Козлов, просто вы ему опять не дали сказать, он же говорил, что в конце, в самом конце, что вообще в фильмах в самом конце. Ну, конец. Титры. Титры. Но фильм режиссер хотел, чтобы он был полностью звуковой. Звуковой. Да? То есть нужны титры, а он полностью звуковой. И выходил персонаж с чем-то в руках. В самом конце картины, внимание, правильный ответ. Появлялся персонаж, у которого в руках был лист бумаги, и он зачитывал список актеров и членов съемочной группы. Вместо финальных титров. Ну, титр говорил же Антохин, говорил. Ну, и как это связать? Просто не помучилось, к сожалению. Связать с самым концом картины. А как, ну, как, ну, чем он пугал мясорубкой, или топором, или ножом, как, ну, тут уж... Два ноль. 60 тысяч рублей отправляются Николаю Сущенко в поселок Горобула. Уважаемые телезрители, уже три игры подряд. Волчок игнорирует 13-й сектор. Поэтому напоминаю вам, что во время прямого эфира вы можете прислать вопросы по адресу 13.tvigra.ru. И лучше всего это сделать, пока идет реклама на Первом канале. Уважаемые телезрители, в Уфрикерскую компанию Винлайн в Кубе «Что, где, когда» представляет спортивный комментатор Денис Казанский. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, господин Юрьевич. Ну, смотрите, летом наконец-то знатоки выиграли Суперблица, вот опять. В осенней серии никто не смог даже дойти до второго вопроса. Да и на предыдущей игре он сразу же выпал. Вообще Суперблиц так коварен, как Дантес. Ты вот один за этим столом в луче света, вокруг гробовая тишина, миллионы взглядов через телеэкран. И это какое-то невероятное давление. Почти все знают правильный ответ. Поэтому, как взять Суперблиц, очень-очень сложно. Очень сложно. А что легко, так это зарегистрироваться в компании Винлайн. Скачивайте мобильное приложение и становитесь членом игры компании Винлайн, дружного коллектива. А мы продолжаем игру третий раунд. Господин Антохин, ну вы как-то посмелее вступаете. Я постараюсь. Вы вообще любите начинать со сложных вопросов? Я люблю начинать с хороших вопросов, господин Юрьевич. Были предыдущие два прекрасных вопроса. Надеюсь, что со следующими нам повезет чуть побольше. Ну, может, вы знаете, может и хорошо как-то размяться на сложных, а потом навыки какие-то боятся. Главное, чтобы эти вопросы не были легкими, господин ведущий. Нет, нет, эти вопросы не легкие. Не были. Поповка. Против вас играет член Академии телезрителей игры «Что, где, когда», обладатель хрустальной совы Радик Хабибуллин, деревня Поповка, Пермский край. Господин Антохин, в определенное время года в некоторых армиях мира танкисты используют газеты. Внимание, вопрос. Как именно и для чего? Может, ствол затыкают, например, чтобы дождь не попадал? Песок или песок. Если холодно или ржав. Песок не зависит от времени года. Почему? Как правило. Мокро. Мокро. Снегопад у нас или листопад? Времена года какие-то. У танкистов гусеницы, вот что важно. У артиллеристов тоже есть пушка. У них есть люк. Может, дождь какой-то? А внутри холодного вам не кажется? Ни для чего. А может, они подсеркнутые? Без обогрева. Это железо. Они, в общем, топят, же это? В некоторых странах. Слушай, может быть, эти, ну, ручка люка, чтобы, когда она... Не, пальцы не примельзают. А, хорошо. Открывай. Да, да, открывай, потому что она же железная. Просто для прикосновения... Еще, например. Еще версия. Топовый платок используют, чтобы топливо профильтровать. Может, с газетой точно так же? Они поджигают? Ну, это выгревают, но сейчас, ну, уже... Нет, 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 так же тепло. Нормально. Да, тепло. Питать, не жусь. В некоторых армиях, не влюблено. Не влюблено, да. Они протирают это, если запозевает. Почему газеты? Протирать фланельку лучше, когда... Ну, потому что фланелька и очки протирают, а не газеты. Итак, кто будет отвечать? Владимир Антохин. Итак, Владимир, в определенное время года в некоторых армиях почему-то именно танкисты используют газеты. Ну, есть такая версия, что танк все-таки железный, и в определенное время года становится довольно-таки прохладно, а танкистам надо залезать внутрь танка, и вот они оборачивают газетой ручку люка, чтобы не повредить свои руки. Ну, хорошо. Владимир, скажите, а вот что еще, на ваш взгляд, в зимнее время хорошо бы сделать с танком? Ну, утеплить. А вокруг зимой что? Земля какая? Ну, промерзла, конечно же, да. А выпало там что? Снег там выпал. Так. Внимание, правильный ответ. Зимой танки приходится камуфлировать. Газеты — это простой и дешевый способ. Их смачивают водой на морозе, они моментально примерзают к корпусу танка. Посмотрите на экран. Вот такая зимняя маскировка. 3-0. 70 тысяч рублей получит Радик Хабибуллин из деревни Поповка. Господин Капустин. Алексей, судя по всему, что вы... Судя по тому, что вы молчали, у вас тоже не было версии на этот вопрос, да? У нас была версия, но, к сожалению, неправильная. А этой версии не было у вас? Не было. Не было. Алексей, вы переживаете за своих, наверное, сейчас, да? Конечно. Ужас просто. Да? Ужасный... Что ужас, Алексей? Ужас, что начало такое. Я надеюсь, что дальше пойдет лучше, легче, может быть, вообще хорошо. Ну, давайте посмотрим. Четвертый раунд. Работаем, ребят. Господин Козлов, ну, вы все-таки вот неоднократно говорили, что вы любите со сложных начинать. Вам кажется, что танки тоже сложный был вопрос, да? Да, газета почему-то не ассоциировалась с камуфляжем, потому что она, ну, вот там на фотографии она, конечно, белая, а вот так вот по ощущению, что она, наоборот, грязнее. Ну, она такая пятнистая газета сама в себе, такая, да? Нет, наверное, да. Как камуфляж. Ну, как-то в голову не пришло совсем. Блиц. Блиц. Работаем, ребята. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Эленура Мамедова из Баку просит вас закончить мысль режиссера Андрея Тарковского. Если убрать из человеческих занятий все, относящееся к извлечению прибыли, останется лишь оно. Что имел в виду режиссер? Искусство. Ну, это просто. А еще что? Ничего не делали. Творчество. Это оно и тоже. Это похожая вещь. Ничего не делали. Еще. Ну, это совсем как-то... Изделие. Может, что-то свежее. Если убрать из человеческих, останется оно. То есть все, кроме прибыли. Детство. Оно не направлено на извлечение прибыли. Итак, прошу, кто отвечает? Алена Александрова. Прошу вас, Алена. Мы предполагаем, что это искусство. Абсолютно правильный ответ. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Работаем. Шахматисты говорят, что в отличие от других видов искусства, в шахматах без него шедевр создать невозможно. Надежда Аристархова из Санкт-Петербурга интересуется, о ком речь? Король. Противники. Противники, конечно. Король. Король, он что? В шахматах, ты чего? Конь. Противник, конечно. Зрители. Зрители во всех искусствах. Да, 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 согласен. Обещание шахматных задач там один, хотя его кто-то придумал. Не, ну шахматные, это не совсем искусство. Ну а что еще? Шахматы не годятся сами. Сами не годятся. Прошу. Владимир Антохин. Владимир, прошу, вас. Ну, мы думаем, что это речь о противнике. В отличие от других видов искусства, в шахматах шедевр невозможно создать без достойного противника. Работаем. Решающий третий вопрос. Дело музыкантов создать красивую рамку вокруг этого совершенства. Михаил Кондратьев из Санкт-Петербурга интересуется, что Стинг назвал совершенством. Может, носный лист, балет? А, тишина? Тишина, это хорошо. Создать рамку вокруг этого совершенства. Там же песни. А если фильм, например? Ну, это текст, но это слишком просто. Зрительный зал, например. Мне вот тишина очень нравится. Или сцена. А балет не может быть? Ну, где стены, где балет? Ну, мало ли, а почему? Еще что может быть? Итак, кто же будет отвечать? Алена Александрова. Прошу вас, Алена. Мы считаем, что это тишина. Тишина. Ну, Стинг, он писал песни, но команда решила, что тишина. А теперь, внимание, то есть не вы. Внимание, правильный ответ. То есть не вы решили. Разве не вы решили? Ну, раз я отвечаю, то я решила. Я несу ответственность. Дело музыкантов, госпожа Александрова, создавать красивую рамку вокруг этого совершенства. А совершенством Стинг назвал тишину. Три-один. Работать надо, не расслабляться. Алена Александрова размочила счет в этой игре. Вот так, блин, в настроении. Пятый раунд. Разважаю, Александрова, я знаю, что вы порой сердитесь на вашего капитана за то, что часто дает вам отвечать, когда непонятно, что же отвечать. Это правда? Вы сердитесь? Да, сердюсь. Алена, но с другой стороны, ведь только благодаря тому, что вы отвечали в весенней серии на вопрос про моль, команда победила и продолжила сезон. Потому что никому другому ведущий не поверил бы, что моль и комар это одно и то же. А вы все-таки биолог и для меня авторитет в этом вопросе. О, да, но не всегда удается вас убедить, что моль является комаром. Ну, пробуйте, пробуйте. Киев Работаем В нем, извините Против вас играет графический дизайнер Наталья Чернышева из Киева Послушайте Мы пошли с мамой в лес по малину И встретили медведя А когда я убегала, то потеряла новую туфлю Отец работал каменщиком Когда он меня целовал, то колол усами У нас в доме жила морская свинка Мы с братом катались на калитке сада Она была скрипучая И мы считали, что наша калитка с музыкой Внимание, вопрос Кому и в чем пыталась помочь радиостанция «Маяк» Когда транслировала в середине 60-х годов Подобные воспоминания Учителям диктата составить Детям, которые во время войны пропали, чтобы они что-то вспомнили Ну, родители потеряли Подождите, а не может быть такого, что это Леонов, когда приземлился в тайгу Не могли вот это транслировать Это не какие-то куски, может, зашифрованные какие-то произведения Диктант нет, помогать А какое радио было названо? «Маяк» 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 Что диктант? Кому и в чем пытались терял А туфлю Там это женский рост Ребята, это вообще похоже на сказку И объясняют детям содержание сказки Ну, не будет радиостанция объяснять детям, нет? Ну, почему? Может, есть какой-то детский час Я не увижу, что у детей, которые потеряли родительство его наимого Они просто тогда начали искать родных Это хорошо очень Это не все, которые в детской томатке Это не все знания о детстве Что у тебя тоже ребенок потерял туфлю Брат? Вот, и сестра и брат как раз Здорово, да-да-да Сестра пишет брату, и брат найдет Это простые тексты Вот это какие-то произведения Подготовиться к детскому саду Итак, кто будет отвечать? Тишина, время закончилось Алексей Бакоменко отвечает Алексей, попробуйте Попробую, господин ведущий Нам кажется, что эта передача была призвана помочь детям Потерявших своих родных во время Великой Отечественной войны Пробудить их детские воспоминания Чтобы они вспомнили какие-то фрагменты своей биографии Включая имя, фамилию, как родственников зовут И нашлись, да, соответственно, их родные А теперь, внимание, правильный ответ Кто-то не знал свою фамилию Кто-то не знал, откуда родом Но у многих в памяти остались яркие картинки из детства По которым их могли узнать родственники Радиопередача помогала найти друг друга Людям, которых разлучила война Браво, Алексей Бакоменко, 3-2 А вы, а вы, Козлов, Козлов А вы ему не верили и рот затыкали полминуты Не затыкал, не затыкал Я пытался еще, с этой версии было понятно Пытался еще найти какую-нибудь Хотя тоже сложно, Леша гений просто Браво, браво, браво Давайте теперь, господин Гозлов Ну уж не преувеличивайте Господин Гозлов, ну ладно уж Не, ну это здорово, согласитесь Здорово, но гений как-то Ну просто талантливый человек Талантливый человек, Алексей Бакоменко Сгонин Гозлов, давайте переведем дух Сегодня в нашем клубе впервые выступит Ксана Сергеенко В дуэте с новоиспеченным знатоком Александром Панайоковым Музыкальная пауза Ксана Сергеенко 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо! Спасибо вам! А мы продолжаем игру и начинаем шестой раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вадим Рантохин, вы уже сели, да? Кто первый сел, тот отвечает на следующий вопрос. Попробуем оставить ведущий. Не расслабляться, понятно? Вадим Мухин, я все видел. Я все видел, да, да, да. Все ходы записаны. Но все собрались, давайте посмотрим на зал, все на месте. Александр Друзь здесь, Рошан Аскеров, все пришли. Ну и хорошо, можно и отправиться нам в Минск. Господин Мухин, вы рады, да, что в Минск? Внимание! Уважаемые знатоки, против вас играет врач-уролог Алексей Нестеров из Минска. Кто бы он ни был, описать повести надо вот так. Просто, коротко и ясно. Внимание! Вопрос! На какой вопрос был дан такой ответ? Какой-то писатель! Кто виноват? Какой-то писатель! А на Чехову не похожи, вы просто коротко и ясно. Я думал, что турная мистификация, наверное, была. Севдонимка. Да, да, да. Кто такой, вот там кто-то. Это не может быть известная история про Сандукова Чедрината, что его спросили, будучи губернатором, а кто это? Подожди, кто бы он ни был, описать надо. Был вопрос. Кто такой интересный вопрос. А чтобы читать писатель надо, как Чехов. Да? Кто такой гений, кто такой талант. Кто такой гений, кто такой талант. Кто писал повести короткие? А кто вот этот человек? Чем Работает? Что такое Белкин? Кто такой Белкин? Писать повести. Чем работает кто-то? Кто такой Белкин, конечно. Спросили Кушкина, если вот так вот. На какой вопрос? Это что? Итак, господин Бакоменко, только сосредоточьтесь. На какой вопрос был дан такой ответ? Это важно. Каким был вопрос? Вопрос был, господин ведущий, кто написал повести Белкина? Это не то, что вам говорил господин Козлов. Отвечать. Но вы такой ответ выбираете. Ну или... Внимание, правильный ответ. Господин Козлов вам предлагал, кто такой Белкин. Никогда в жизни не предлагаю игроку отвечать что-либо. Не наговаривайте на меня, пожалуйста. Я просто говорю, знаете, я как попугай. Я что слышу, то потом воспроизвожу. У меня никакой задней мысли нет. Кто бы он ни был, Алексей, описать повести нужно вот так. Просто, коротко и ясно. Такой ответ Александр Сергеевич Пушкин дал на вопрос, кто автор повестей Белкина. Белкин. Молодцы. 3-3. Не расслабляться. Это только середина игры. Вон что лежит. Вот еще. Причем. Обрадовались. Он знает все про себя. Вон смотри, улыбается. Я уже сказал, что он глинит. Ну что? Сильмарал. Работать надо. Не расслабляться. Можно на карте. Работать. Господин Монн. Михаил. В современной игре «Что, где, когда» по старинке не выиграть. Не надо искать в своей голове готовые варианты ответов и выкладывать их на стол. Надо выкладывать ступеньки к ответу, чтобы товарищи с этих ступенек смогли разглядеть правильный ответ. Михаил, я правильно донес вашу мысль в интервью «Перелегров». Кто написал эти повести, хочется мне спросить вас, господин ведущий. Нет, мне кажется, что этот вопрос был абсолютно показателен для вашей мысли. То есть Алена Александрова произнесла Белкина и тут же понеслась. А теперь супер-блиц. Три вопроса по 20 секунд размышлений на каждой играет один знаток. Господин Козлов, я хочу вам напомнить, что вы единственный человек в этой команде, который не знал никогда поражений в супер-блице. У вас был один опыт и вы один раз выиграли. Это факт. А за столом у вас останется... У меня есть еще человек, у которого тоже нет отрицательного опыта, потому что он ни разу не играл в супер-блице. Это Алексей Бакуменко. Алексей Бакуменко остается за столом. Алексей, смело вас, капитан, оставил вас вторая игра, по-моему, в жизни. Так точно. Но пока складывается. Дай бог. Если вам удастся ответить на все три вопроса, вы получите приз о компании Винлайн. Посмотрим. Итак, для начала, Алексей, внимание, три черных ящика. Алексей, вопросы будут одинаковые, что в черном ящике. Но вам нужно пройти все три. Внимание, вопрос первый. Дидар Байрамов из Балканабада знает, что рыба по-туркменски – балык, а ухо – гулаг. В маленьком черном ящике находится то, что туркмены называют «балык-гулаг». Что в черном ящике? Ну, как я понимаю, у рыбы-то ушей нет, господин ведущий. И, соответственно, это то, чего… Вот, сейчас вам можно отвечать. А, вы тогда говорите. У меня ответ готов. Не то, чтобы готов. Поскольку у рыбы ушей нет, как я уже сказал, то, соответственно, то, что в черном ящике должно быть либо невидимое, либо очень маленькое. Может быть, это наушники, которые вкладываются в уши и которых не видно. А рыба? К наушникам? Нет? Ну, у нее ушей нет, потому что. Да. Ну, у вас, конечно. А, у меня еще… Ну, ладно. Ну, скажите уже, ладно. Жабры, можете. «Балык» – внимание, правильный ответ. «Балык» – рыба. «Гулаг» – ухо. «Балык» – гулаг» в переводе с туркменского. Откроем черный ящик. «Балык» Раковина. Раковина. Готовится хорошенечко всем. Ну, так и есть, господин ведущий, да. Но, действительно, здесь финал. И финал, как мы знаем, ни получка, ни аванс выпадает только раз. И очень важно его сыграть так, как лучший матч в своей жизни. Это очень интересно и очень сложно. И здесь за каждый ответ, ну, собственно, риск удваивается. Как и в новости от компании V-Line FreeBet 2000. И сейчас, действительно, до зимней паузы достаточно много еще будет событий. И Лига Чемпионов, и решающие матчи нашей футбольной сборной, и решающие итоговые турниры. И этот FreeBet 2000 можно использовать. И в отличие от знатоков, игроки в V-Line ничем не рискуют, потому что это бесплатное удовольствие. Благодарю вас, благодарю Денис. А мы продолжаем игру восьмой раунд. Господин Скипский, из вашего интервью перед этой игрой я узнал, что команда находится на этапе строительства. Козлов строит, вы строитесь. Скажите, Михаил, эти построения тяжело вам даются? После демократа Косумова. Нет, господин ведущий. Когда я играю в футбол, я играю обычно защитником. И чем больше на меня орет вратарь, тем лучше я защищаюсь. Михаил, вы сказали также в интервью, что если бы игра проходила в 7 утра, вы бы были чемпионом. То есть вы совсем не сова, да? Вообще нет. Нет? Я спал сегодня перед игрой, потом две чашки кофе. А вы, я знаю, что вы всегда вступаете во второй половине игры. Вы посчитаете, что сейчас уже утро? И приступаете. Борис Оглебск. Борис Оглебск. Против вас играет слесарь Павел Попов из Борисоглебска, Воронежской области. Вопрос снят самим телезрителем. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я Павел Попов. В своем родном Борис Оглебске играю в «Что, где, когда?» Капитан команды. Задаю вопрос вам впервые, но мечтаю когда-нибудь стать академиком Академии телезрителей. Академик Академии наук СССР, герой социалистического труда, генерал-лейтенант медицинской службы, президент географического общества СССР Евгений Павловский говорил, «Они, как путы на ногах у лошади, заставляют замедлять шаги и задирать голову». Уважаемые знатоки, о чем он так сказал? «Он его перечислил в регалии». «Медалии, медалии, вот это вот, регалии, и задирать голову тоже застался, потому что…» «На мавзолея стоят, в голову взбираться». «Да, да, 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 да. И своих тоже, гипеталей, да». «Ну, потому что тяжело тебе идти с ними, со всеми. Ну, это награды, скорее, да?» «Ну, регалии, да». «Ну, там много академии». «От на веру, да, вы должны сдираться, давайте еще что-то взбираться». «Еще, еще». «Кокурта?» «Кордина, правда». «Хорошо, смотрите, еще раз, завистники какие-нибудь, например, публикации, там, как он сказал, как он сказал. «Мемуары?» «Они, как путы на ногах у лошади, заставляют замедлять шаг и поднимать голову». «Солдаты замедляют шаг и поднимают голову, когда мим Мавзолея проходит?» «Ну, приплаты на голову, может, высокомерно вот так?» «Они, они, они». «Там ровные шаги, ходули какие-нибудь». «Ну, это же он образно говорил». «Не, на ходули ты херок и не смотришь». «Когда ты еще поднимаешь голову?» «Звездопад». «Звезды не замедляют голову». «На погоны причем». «Ну как, ты вот остановился?» «Ну и что, так я…» «Веркало смотришь. «Кто будет отвечать?» «Сейчас очень важно, счет 4-3. В пользу телезрителей. Кто будет отвечать?» «Это очень важно, но отвечать будет все равно Алексей Бакуменко». «Прошу вас, Алексей». «Господин ведущий, и уважаемый Попов, и Павлов перечислял свои звания и звания академика, поэтому нам кажется, что правильный ответ – регалии». «Регалии». «Теперь, внимание, правильный ответ». «Они как пуды на ногах у лошади заставляют замедлять шаги и задирать голову». «Главное, Алексей, чтобы у вас не произошла эта проблема». «Что ее заклинит?» Так, академик Павловский сказал о титулах, о званиях. Ну или о регалии. 4-4. «Всё будет, ребята, 4-4. Баловозом ухажаем. Не расслаблятся! Не расслаблятся!» Уважаемые телезрители, по окончании этой игры лучшему знатоку будет вручен «Хрустальный атом». Традиционный приз от госкорпорации «Росатом». А пределит лучшего Андрей Черемесинов. Господин Джеремесинов, в случае победы знатоков в финальной игре обладателем «Хрустального атома» станет претендентом на «Хрустальную сову», а в случае поражения – кандидатом в сборную «Хрустальных атомов». Я это хотел объяснить телезрителям. Понятно, господин Джеремесинов, вы знаете, у меня появилась идея, когда я готовился к этой игре, со мной такое случается. Вы знаете, с одной стороны, у команды «Хрустальных атомов» до сих пор нет капитана, с другой стороны, у сборной «Хрустальных атомов», с другой стороны, сборные команды в этом сезоне неизменно возглавляли магистры клубов. Я подумал, почему бы сборную «Хрустальных атомов» не возглавлял в этой зимней серии игр первый магистр клуба Александр Друзький. Тем более, он никогда еще в этой роли не выступал. Господин Джеремесинов, вы хотите, чтобы Друзь себя попробовал капитаном? Да. Он же никогда этого не делал. Так все когда-то происходит впервые, господин Джеремесинов. Вы знаете, господин Джеремесинов, предложение неожиданное. Давайте мы все-таки не будем скоропалить их решения, понимаете, у нас есть время подумать. Но, как вам сказать, предложение в тренде этого сезона, я бы так сказал, экспериментального. Девятый раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков зимней серии, присылайте ваши вопросы по электронной почте, либо по почте. А можете просто заполнить специальную форму на сайте tvigra.ru. Господин Бриттенбихер, скажите, у вас уже есть какой-то кандидат на лучший вопрос? Вы как-то озадачены. Ну да, вопросов было много и вопросы очень хорошие. Вам есть из чего выбрать? Вы спокойны. Нет, не то, чтобы я спокоен. Как можно при счете 4.4 быть спокойным? Вы были спокойнее при счете 2.0 в пользу, 3.0 в пользу для зрителей. Да, обстановка напряженная, но контролируемая. Поставили Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Против вас играет ведущий специалист авиакомпании Андрей Пресешнюк из Ростова-на-Дону. Господин Мунс. Один выглядит, как несколько раздраженный бизнесмен, который ждет запоздавший поезд. Другой, как будто погружен в битву с невидимым демоном. Его рот всегда открыт, а губы артикулируют непонятные слова. Третий словно пытается без рук застегнуть ширинку. А еще один трясет руками и головой так, будто у него вдвое больше суставов, чем у всех остальных. Так автор этих строк описал своих выдающихся коллег во время работы. Внимание, вопрос. Кто по профессии эти люди? Дирижеры, может быть. Это какой-то спортсет, наверное. Чихчек, а Битлз? Они что-то делают? Их четверо, Битлз? Ну и что, ну любой квартет, почему Битлз? Потому что самые известные четверо. Ну что они делают, давай мы попробуем сделать. Итак, подожди, один трясет, хороший вес. Ну хотя без рук ширинку нет, у него руки должны быть задействованы. Может быть саксофон, что он делает, вот как там. Перечисти мне, что они делают, еще раз. Он смотрит на часы. Смотрит на часы, да. Другой идет битву с невидимым демоном. Открыв рот. Другой идет битву с невидимым демоном, это кто? Может это... Да, собственно, калис может быть. Он говорит о своих коллегах. Итак, кто отвечает? Михаил Мон. Прошу, Михаил Мон. Господин ведущий, я думаю, что... Мне же надо назвать вот этих, которых описали, правильно? Кто по профессии эти люди? Эти люди по профессии... Автор этих строк описал своих выдающихся коллег. Эти люди по профессии музыканты. Музыканты, которые во время работы трясут руками и головой так, будто у них вдвое больше суставов, чем у всех остальных. Ну, например, барабанщик так делает. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Антохин, у меня к вам такой вопрос. Что за такая странная тенденция? Может быть, Алексей Бакуменко своей версии как-то точнее доносит? Потому что, когда у него рождается, господин Козлов дает ему отвечать. А когда рождается у вас, то вас никто сегодня не слушает. Так американец Джон Массери описал своих выдающихся коллег-дирижеров. Подождите, они же не музыканты? Нет? Ну ладно, ладно, Козлов. Ладно, придурец. Дирижеров сказал буквально на пятой секунде. Сказал дирижеров, опять его никто не послушал. И вы проиграли, в принципе, на совсем несложном вопросе. Это обидно. 5-4 в пользу телезрителей. 90 тысяч рублей получит Андрей Брисешнюк из Ростова-на-Дону. Господин Черемесинов. Да, господин. А вот, кстати, вот интересно, я никогда над этим не задумывался. Вот скажите, пожалуйста, не вдаваясь в подробности, там, кто молодец, все молодцы, я имею в виду, и Бакуменко, и Антохина. Но смотрите, как получается. Действительно, версии Бакуменко дают ему отвечать, они оказываются правильные. Версии Антохина, Антохину не дают отвечать. И все его достоинства меркнут на фоне. Вот как бы, как это оценивать, вот, игру, который, то есть, правильный ответ, который не нашел выхлопа. Ой, сложный вопрос, как правильный ведущий. Не отвечу я так сходу. Тогда подумайте, пока идет реклама на Первом канале. Счет 5-4 в пользу телезрителей. Десятый раунд. Возважаю Александрова. Я тут во время рекламы из Дикторской слышал, как на вас кричал, не на вас лично, а на команду кричал Андрей Козлов. Что он от вас хочет? Победа, наверное. А кого он ругал? Сам не кому дал отвечать, а вас ругал. Это личная информация. Не будете не сдавать. Господин Антохин, я надеюсь, хотя бы не вам досталось. Нет, мне, конечно, досталось. Если достается, то всем, а как же, все виноваты. Ну, соберитесь. 5-4. Пострелки ливны. Против вас играет аспирант Андрей Колесников, город Ливны, Орловская область. Господин Козлов, посмотрите на экран. Эти индикаторы установлены в фойе одного медицинского учреждения. На индикаторе справа надпись ОЛ, то есть всего в данном случае, всего, итогу. А условные обозначения на восьми оставшихся мы от вас скрыли. Внимание, вопрос. Через минуту напишите эти условные обозначения или просто скажите, что мы от вас скрыли. Это группа крови. Это группа крови. Сколько, ну, сколько, ну, сколько какой группы крови есть? Сколько нужно? Сколько есть? Да, и это наличие, да? Да, да, это банк крови. Ну, там А, Б, есть А, А, Б. Да, на четыре и резуса плюс-менус. Да. Что еще может быть? Ну, восемь плюс, плюс итогов. Их девять. Восемь плюс итогов. Чего еще восемь? Нет, это всего. Может, у дверей там коем занят, насколько? Может, это с руккостерняя температура по больнице? Подожди. Ну, а почему только восемь? Вообще, вообще нет. А я бы сказал, что, ну, как бы вообще, насколько заполни. Насколько заполни, тогда получается, что восемь кабинетов всего. Понимаешь, банк, насколько в прием. Мы смотрим, и я вижу, что картинку вообще, насколько... Насколько всего заполни, банк крови. А может, сколько нужно этой крови, чтобы... Кровь нужна везде. Кровь нужна всегда, и ты непредсказуемо сделаешь. Почему это хорошо? А почему там восемь кабинетов разных? Да. Ну, давайте, что это? Точно восемь. Дальше тебе сказали восемь. Значит, написано А, один. Нет, А, написано А, Б, там вот это вот все. Резус факт. Итак, тишина. Кто отвечает? Владимир Анатухин. Владимир Анатухин, ваш звездный час настал. Будем надеяться, господин ведущий, да. Мы считаем, что на этих индикаторах скрыты обозначения групп крови. Смотрите на экран. Восемь индикаторов на четыре группы крови. Каждая... Каждая с положительным и отрицательным резус фактором. На индикаторах наглядно видно, какой крови не хватает. Пять-пять. Одиннадцатый раунд. Внимание, ребят. Господин Козлов, но вы вот не можете не играть до 5-5, да? Я очень стараюсь, каждый раз как-то не получается. Что вы, господин Мухин, веселитесь? Вам-то как раз лучше, чтобы Козлов проиграл. Почему это? Будете позже играть. Почему это? Нет. Нет. Мы тут, наоборот, всеми силами. Да? Ну, видите, помощь не понадобилась. У нас тоже группа крови была. Но, ребята, молодцы. Если бы вы помогли, например, на вопросе о терроре, я бы понимаю. А на группе крови действительно... Про террор там даже от фильма не было. О, смотрите. Вот это да. Тринадцатый сектор. Не выпадал, не выпадал. Всю серию и выпал. Интернет против знатоков. Вот это случайность, господин Козлов, да? Да. За время прямого эфира телезрители прислали 33 622 вопроса. И сейчас компьютер выберет один из них. Играет телезритель из Дзержинска. Александр Корзенев. Или Борзенев. Инженер. Внимание, вопрос. Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет нужды? Курить, например, бросают. Клич. Нет. Поднимают, поднимают. Поднимают, ну точно так же начинают. Поднимают, когда не нужно. Быстро думаем! Вес сбрасывают. Что еще сбрасывают? Может, что там, жирно бросают. Жребий. Балласт, балласт на воздушном шаре. Или на корабле, да? Нет, нет. Якорь, якорь, все. Якорь, якорь, все, якорь. Еще подумали? Нет, все, нормально. Кажется, разгадали загадку. Итак. Алена Александрова. Раньше времени будете отвечать? Да. Прошу. Мы считаем, что это якорь. Корабельный якорь. Я не знаю, но я знаю, что господин Капустин захлопал. Я бы уже давал бы отвечать. Он ничего не хлопал. Господин Бриттенбихер, что будем делать с этим? Потому что похлопав, он дал понять команде, что ответ правильный. Во всяком случае, с точки зрения Алексея Капустина. Ну, вообще, так нельзя делать, конечно. Но версия была за столом. Можно удалить господина Капустина. Да, господин Бриттенбихер, возможно, он так похлопывал и говорил, что ответ неправильный. Тут это как трактовать? Давайте просто удалим господина Капустина и послушаем версию команды. Господин Капустин, я вам даже не предлагал уйти. Но вы очень послушны. Итак, прошу, ответ. Нет, 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 ну уже усюду. Итак, прошу Александрова. Я же сказала. А, вы уже сказали. А теперь, извините, да, у меня Капустин отвлек. Давайте посмотрим. Мне тоже интересно. Внимание, правильный ответ. Да! Якорь, якорь. 6-5 в пользу с атаком. Повезло вам. Повезло. Спасибо всем, ребята. Спасибо. Повезе, спасибо. Вы Бриттенбихера благодарите. Вот кто вас пожалел. Командант Андрей Кослов одерживает победу над телезрителями. И получает право сыграть в главной серии сезона, зимней серии. Вот имена победителей. Михаил Мун, Алексей Бахуменко, Владимир Антохин, Елена Александрова, Михаил Сгибский и Андрей Кослов. Господин Бриттенбихер, кому достанется приз за лучший вопрос? Господин ведущий, это такой несколько экспериментальный сезон. Я хочу попросить, чтобы 150 тысяч рублей получила Наталья Чернышева за вопрос о родственниках на войне. Несмотря на то, что на такие ответили. Но на мой взгляд, действительно, просто самый лучший, самый трогательный вопрос. Ну что, я не возражаю. 100 тысяч рублей призового фонда остались неразыгранными. Эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный вклад банка ВТБ. 1 миллион 674 тысячи уже на нем. А сейчас, внимание, сейчас будет определён лучший игрок осенних игр. Сначала господин Черемисинов назовёт нам имя обладателя хрустального атома. Господин ведущий, я подумал над вашим вопросом. Вы, по сути, спросили меня, кто важнее, кто даёт больше версий, кто даёт больше правильных ответов. Это всё равно, что спросить, кто лучше, кто делает больше попыток завести детей, или тот, у кого детей больше. Вот с моей точки зрения важны... А вы считаете? Знаете, с моей стороны, с точки зрения важны и те, и другие, но я сегодня за тех, кто делал больше попыток. Это Владимир Анатольевич. Владимир Анатольевич, на ваш взгляд. Поздравляю, Владимир, хрустальный атом ваш. Напоминаю, рекламе. Если кандидату, предложенную господином Черемисинов, поддержит магистра, решение будет принято. Давайте мы сегодня начнём с Александра Друзя. Александр, на ваш взгляд, кто сегодня был лучшим? Я не разбираюсь в попытках завести детей. Я считаю, что сегодня был лучшим Алексей Бакумин. Алексей Бакумин. Господин Сиднин, а на ваш взгляд? Мне показалось, что очень важный ответ и дала Алёна Александровна. Алёна Александровна. Так, а какие, Виктор, напомните? Ну, в Блице было, да, про рамку хороший вопрос. И последний, собственно, счёт 6-5. Ну ладно, это у вас капитан корабля вам покоя просто не даёт. Госпожа Авдеенко, кто, на ваш взгляд, был лучшим сегодня? А я согласна с господином Сиднин. А вообще не слышу вас? Я согласна с господином Сиднин, господин ведущий. Мне тоже кажется, что полезно очень сегодня провела несколько раундов за столом Алёна Александровна. Елизавета, скажите, пожалуйста, а на вас не произвели впечатление версии Владимира Антохина и Алексея Бакуминка? Мне просто интересно. Безусловно, произвели. Алексей Бакумин, как показал сегодня, очень результативную. Вы считаете, что тишина — это более сложный вопрос, чем, например, про радиостанцию? Дело не в сложности вопроса в данном случае, дело в моментах, когда приходили эти ответы. Оба раза, в случае солёной, если я не ошибаюсь, тишина — это был третий вопрос Блица. Тишина — это был третий вопрос Блица, а это был решающий вопрос сегодняшней игры. Исключительно поэтому. Господин Гозлов. Ну, присоединяйтесь, вы же тоже магистр. Не тоже, а просто магистр. К обсуждению присоединяйтесь. Предложение ваше. Да, если позволите, 30 секунд, скажу. Я очень рад за то, как вошёл в игру Лёша Бакуменко. Блестяще просто. Но мне кажется, что если он сегодня получит хрустальную сову, то я могу потерять игрока, а мне бы этого очень не хотелось. Он решит, что уже всё поймал бога за бороду. Это не потому, что ты плохой, а потому, что так оно случается. Володя Антохин давно обладатель хрустальной совы. А вот нашу команду на протяжении от одного финала, вы говорите, 8 лет, ну, 9 лет мы не играли, до другого. Как ни крути, вот эти хрупкие женские плечи, Алёны, они вытягивали. Вот вы вспомнили сегодня вопрос про Моли. А я вам скажу, что и вопрос про рамку был нетривиальный. И если вы посмотрите отгадку-загадки, то Алёна не знала ответ, а где-то посредине минуты его придумала. Одним словом, я присоединяюсь к господину Сидневу и госпоже Авденко. И очень прошу вас, господин ведущий, вам делать, конечно, выбор, проголосовать за Алёну Александрову. Да, решать придётся мне, раз нет согласия. Господин Друзь. Я согласен с вами, но как вы считаете, может быть, мы сегодня пойдём на поводу большинства, а у них довольно веские доводы? Господин ведущий, правда говорить легко и приятно. На самом деле, на мой взгляд, то, что сделал Лёша, он отвечал в более сложные моменты. И если бы не было ответов Лёши, на мой взгляд, то не было бы ответов и Алёны. Господин Козлов, упаси вас Бог вступать в диалог с Александром Друзьевым. На что вы себя вообще обрекаете? Остановитесь. Господин ведущий, мы с Алексеем джентльменом, мне кажется, мы... Так, а вот вы пока ещё точно не магистр, Владимир, вообще. Извините, не рядом. Ещё рано. Внимание. Лучшим игроком осенней серии «Что, где, когда» 2021 года признана... Алена Александрова. Награда ждёт вас. Заходите, заходите в зал. Алена, тяжёлая сова, оставьте её... Алена, скажите два слова. Вы сколько лет играете? С 2003-го. И это первая «Хрустальная сова» ваша? Да. Это мечта? Можно так сказать? Определённо можно, да, конечно. Ну, у всех это мечта, кто здесь... Я вас поздравляю от всей души, что вы помогли команде, что вас так оценил капитан. Надеюсь, что Владимир, Антохин и, может быть, более Алексей Бакуменко ещё найдут момент, когда получить этот приз. Ну вот и всё. Подошла к концу осенняя серия. Мы прощаемся. Кстати, уже не за горами, и зимние. Осенние игры в клубе «Что, где, когда» закончены. Большое всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь колоды краплёных карт Не подменишь, её не сдвинешь. Начинаешь кричит она старт, но придёт всё равно на финиш. Вот такие дела, мой друг. То ли спим, то ли впали в кому. Если ты пробежал свой круг, то не жмись, передай другому. Не по лестнице этажей, Мораторий, табу и вето. А в итоге вся эта жизнь Лишь спортивная эстафета. Труд с опасностью сопряжён, Чтобы счастье не приедалось. Всенародный любимец Джон В этот раз не покинет Даллас. Ужас умолкнет, затихнет блюз. Ты рехнёшься, я тоже двинусь. Но в итоге июльский плюс Превратится в январский минус. Вдохновлённый трудом Петра И прозрев, как апостол Павел, Я подумал, что жизнь игра, Но только в ней не бывает правил. Тихо-тихо идут часы, Осень балует нас нередко, А на весах подрастает сын, И он вот-вот перевесит предков. Он пока ещё любит тьму, И подобен ночному грому. Я эту жизнь передам ему, А он её передаст другому, Я эту жизнь передам ему, а он пускай передаст другому Я эту жизнь передам ему, а он пускай передаст другому Передай другому Передай другому Передай другому Павел Твиковский Спасибо.